Ремонтно-восстановительные работы на частных сооружениях и ковидные начались около двух месяцев назад. За это время специалисты должны были устранить все неполадки. Сейчас на частных сооружениях подходит к концу пусконаладочная работа после ремонтно-восстановительных работ. И необходимо проследить, каков результат этих работ, то есть отобрать пробы воздуха и воды. Результаты покажут, пошла ли на улучшение очистка. Но, к сожалению, воздух нам сегодня не удалось отобрать, лаборатория была не подготовлена. Через 10 дней после лабораторных исследований станут известны результаты проб с точной воды. Но жители таким проверкам не доверяют. Буквально накануне, в воскресенье, они наблюдали здесь вот такую картину. Вот она вода, пригодная для жизни рыбы. Мы все видим, какого цвета сливается вода. Она очень грязная. Перед пробами вчера была слита вода. Показать, что очистные сооружения работают правильно. На самом деле, эти сливы происходят через день. Через день мы наблюдаем напряженный сухотруб. И видим, они очищены из точной воды на поверхности воды. Река загрязняется. Представители компании «Независимый водоканал» уверяют, что это был аварийный сброс. В связи с выявленной проблемой в работе воздуходувного оборудования. Для того, чтобы КНС конденсационно-насосную станцию не затопило и сточные воды не пошли через край, на улицу, наружу, чтобы предотвратить, скажем так, экологическую катастрофу, приходится делать такие аварийные сбросы. На данный момент один из блоков биологической очистки полностью находится в текущем режиме работы. В сутки один аэротэнк способен перерабатывать 1250 кубов воды. По словам специалистов, его мощности на обслуживание домов и ковидное пока вполне хватает. Но возникают другие проблемы. Первое касается очистки сточных вод от грубых примесей. На этой неделе на очистных сооружениях должны установить специальные грабельные решетки. И тогда этот вопрос решится. Что касается неполадок с воздуходувным оборудованием, ситуация тоже на контроле. Проблема воздуходувственного оборудования сейчас стоит острее всего. Решение найдено, по этому направлению уже работают люди. Как скоро это будет сделано, это вопрос, потому что это очень сложная процедура. Нужно правильно подобрать оборудование, нужно правильно рассчитать нагрузку по электроэнергии. Если уж делать, то делать, скажем так, по-человечески нормально. Мы просим убрать эти очистные сооружения от нашего микрорайона, присоединить нас к центральной канализации. Тем более данные очистные сооружения построены с нарушением технологий. Коллекторы, которые сейчас заканчиваются на шестом микрорайоне, они не могут осилить ту мощность водосброса, который существует с новых микрорайонов. Поэтому о сбросе очистных сооружений города Москвы через город Видное речи не идет. А второй вариант, какой возможен второй вариант, и прерабатываться на рабочей группе, это строительство своих новых, одних, единых очистных сооружений, которые будут сбрасывать, могли бы сбрасывать очищенные воды в реку Пахра. Потому что только эта река может потянуть за собой, вернее, может потянуть такой объем сброса. За ходом дальнейших событий будет следить специальная комиссия. А в ближайшее время еще одну независимую экспертизу по сбору воздуха и воды здесь проведет Министерство экологии. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.